Все дороги в Европе напоминают нашу трассу М5 между Самарой и Тольятти. И примерно они все так же выглядят. И у нас даже есть там отрезок магистрали до аэропорта. То есть, в принципе, вот эта вот дорога М5, она, я считаю, европейского уровня. Автопутешественник Сергей Городнов на своей приоре проехал всю Европу, чтобы попасть во французский город Лиль на матч чемпионата Европы по футболу. Вместе со своей девушкой Екатериной Сергей на дальнее расстояние отправляются не впервые. В прошлом году Армения и Грузия, теперь и Европа за плечами. В планах Китай. Главное, чтобы хорошая компания и новые впечатления. Новые страны, города понравились. Дорога, конечно, не понравилась. Она однообразная. Везде пейзаж и все одинаковая природа. То есть, равнина, равнина, равнина. Маленькие горки, дорога, трасса. А города интересные. Въезжаешь, когда смотришь. Больше всех понравилась Прага. Логическим завершением поездки стал туманный Лондон. Столица Великобритании, как полагается, встретила гостей из России дождем. Мы проехали 13,5 тысяч километров. Мы проехали 10 стран. Мы были и в России, и в Украине, и в Польше, в Чехии, в Германии, в Бельгии, в Англии, в Париже, в Испании. Мы вернулись, и больше всего нам нравится дома, потому что дома нормальные цены. Тут нормально кормят, вкусно, приемлемые цены на бензин. Путешественники, говорят, ни в одном городе не встретили такой же машины. Видимо, российский автопром не прижился еще на Западе. Но для Сергея и его приора лучше любой иномарки. Надежный и верный друг. Мариана Мирная, Станислав Левин. События.